Вы запускаете систему дистанционного образования, насколько нам известно. Расскажите, пожалуйста, для чего она была создана и на кого она рассчитана? Она родилась в действительности как продолжение Московской открытой школы прав человека при Сахаровском центре. В какой-то момент мы обнаружили, что кроме заявок от москвичей, от тех, кто живет в Москве и Подмосковье, приходят десятки вопросов из городов России и даже из ближнего зарубежья, как мы можем поучаствовать в вашей школе прав человека. Из этого родилась идея сделать сначала дистанционный курс по правам человека, а потом стало понятно, зачем делать один дистанционный курс, когда можно сделать платформу, которая позволит организовать дистанционное гражданское образование по самым разным темам. Какие вы планируете курсы представлять вашим пользователям и слушателям? Пока стержневым курсом является курс по правам человека. Вот Московская открытая школа прав человека, где участвуют молодежные правозащитные движения и Amnesty International. Но мы уверены, что скоро появятся и другие курсы. Сам Сахаровский центр планирует, возможно, делать курсы, связанные с историей, с социологией. Но мы ожидаем и участия наших коллег из других общественных правозащитных организаций, которые будут делать тематические программы по своей работе. — Скажите, пожалуйста, как вы создавали систему дистанционного образования? Я так понимаю, это отдельная платформа, это отдельные курсы. Как вы это делали? — Сначала мы предполагали, что мы просто закажем создание подобной платформы одной из московских образовательных структур, которая имеет такой опыт. Но потом выяснилось, что это, во-первых, очень дорого, во-вторых, такая платформа не окажется полностью нашей. Нам придется все время обращаться за помощью к этой структуре, чтобы вносить любые изменения. А нам нужна максимальная степень автономии. Поэтому мы собрали... — Как вы создавали свою систему дистанционного образования? Платформу, курсы? — Ну, курсы для этой системы разработаны специальным молодежным правозащитным движением. Платформа создавалась следующим образом. Сначала мы предполагали заказать одну из московских образовательных структур, которые являются одним из активных и деятельных в этой сфере. Но оказалось, что заказ платформы под ключ сделает... Во-первых, он оказался очень дорог, во-вторых, он поставит нас в зависимости от таких разработчиков, и нам за любыми изменениями придется обращаться к ним заново. Поэтому мы собрали команду специалистов, как мне кажется, прекрасных специалистов, которые помогли нам разработать и структуру, и выбрать программное обеспечение, и подготовить дизайн. — Какие у вас будут рекомендации тем вашим коллегам, которые пойдут по вашему пути и захотят создать систему дистанционного образования, систему онлайн-курсов самостоятельно? — Ну, мне кажется, рекомендации здесь могут быть простые. Нужно четко понимать, что вы хотите, при этом не бояться самим отправиться в это плавание, потому что в действительности программные источники, есть открытые программные источники, с которыми можно работать, и в действительности, ну, по крайней мере, в Москве есть специалисты, которые вполне могут справиться с этой задачей. Главное только понимать, что дистанционное обучение — это не очное обучение, оно другое, оно имеет свою специфику. Оно всегда связано с тем, что человек находится на расстоянии, и вы не будете находиться все-таки в непосредственном контакте. И это определяет методологию работы с вашим студентом или учеником.